Каждый день на полуострове выявляют 3-4 новых случая заражения туберкулезом. И если раньше инфицированные в большей степени были порождением асоциальной среды, то нынче это вполне успешные и нормальные люди. Несмотря на это, в целом картина по Крыму за последнее время улучшилась. Это подтверждает статистика. На 4% снизилась заболеваемость и аж на 18% смертность. Сейчас туберкулезная служба идет по пути объединения. Все поликлиники, стационарные отделения, больницы, диспансеры по Крыму войдут в один центр. Кроме этого, в подчинении Крымского республиканского клинического центра в тезиатрии и пульмонологии отныне будут находиться три санатория. В целом, лечебный процесс налажен хорошо, заверил директор центра. У нас сейчас все больные туберкулезом обеспечены на 100% как противотуберкулезными препаратами, так и препаратами общей группы. Начиная от амбулаторного звена, заканчивая проведением высокотехнологичных операций. Следующее – это, безусловно, полноценное питание. Без полноценного питания, которое является определенным тем же лечебным фактором, вылечить туберкулез невозможно. И мы сейчас идем, о чем я говорил, по пути унифицированных подходов, системных подходов, к тому, чтобы всех больных туберкулезом по всей республике Крым мы кормили ориентировочно на 200-250 рублей в сутки. Большое внимание уделяют высокотехнологичному лечению. Совсем недавно на базе легочно-хирургического отделения Крымского республиканского клинического центра в тезиатрии и пульмонологии четырем пациентам были успешно проведены уникальные операции. Для того, чтобы они состоялись, необходимо было специальное дорогостоящее оборудование и специалисты высокого класса с материка. Что же касается Крыма, у нас есть кадровый потенциал, но пока нет средств для приобретения аппаратуры. Если простым языком, то это взятие материала из внутригрудных лимфоузлов у пациентов с тяжелой гниагностической ситуацией, когда другие методы исследования оказались бессильны. Эти пациенты стали перед трудным выбором. Либо им нужно обращаться к хирургам и выполнять диагностическую операцию, открытую, которая сопряжена с большой травматизацией, которая сопряжена с рисками для жизни. Либо же выполнить малотравматичную, малоинвазивную методику как через бронхиальная функционная биопсия. Врачи уверяют, быть начеку в отношении туберкулеза необходимо всем. Но не стоит паниковать, если вам поставили неприятный диагноз. Сегодня уровень туберкулезной службы на высоте. Главное соблюдать все рекомендации медиков, и тогда выздоровление гарантировано. Даже те, кто был прооперирован и лишился части легкого, имеют хороший прогноз. Удаляются различные объемы легких прогнозы при этом. Было приятное, если проводится правильная предоперационная подготовка и правильное лечение того же туберкулеза в послеоперационном периоде. Если человек не бросает лечиться, а продолжает принимать туберкулезные препараты. Пути передачи туберкулеза – самый распространенный воздушно-капельный, также через попадание инфекции в пищевод и внутриутробно от матери к ребенку. Первые симптомы – длительный кашель в течение трех недель, температура, слабость, кровохаркание. Самолечение подобного состояния противопоказано. Обращайтесь к врачам. Александра Пермякова, Виталий Голуби, Служба новостей и ТВ.